Всем здравствуйте! 21 мая Никите Преснякову исполнился 31 год. В честь этого события внук Примадонны устроил концерт, а после выступления его ждал сюрприз от жены Алены Красновой и близких друзей. Алена постаралась устроить мужу незабываемый праздник, организовав чудесную вечеринку для самых близких. После концерта друзья устроили сюрприз, отметил Никита, не забыв при этом поблагодарить всех, кто пришел к нему в этот вечер. Отметим, что первыми артиста поздравили звездные родители. Сынок, мой взрослый, очень добрый, безумно талантливый, невероятно любимый. С днем рождения! Я горжусь тобой. Ты все делаешь правильно в жизни. Пусть исполняется все, что ты задумал. Я всегда рядом. Очень тебя люблю. Твой папа, написал в соцсети Владимир Пресняков. С днем рождения, мой удивительный, творческий, талантливый Никита Пресняков. В этом году ты проявил себя в разных жанрах. Театр коньки, рок-группа. Спасибо тебе, я счастливая мама, скромно поздравила Никиту Кристина Арбакайте. И действительно, Никита очень много работает над самыми разными проектами. А все для того, чтобы в профессиональном плане оторваться от знаменитого семейства. Не знаю, что в жизни надо сделать, чтобы не говорить об этом. Наверное, когда моя группа станет популярнее моей бабушки. Только тогда? Либо не показывать свое лицо и делать такой проект, чтобы никто не знал, что это я. Была экстренная ситуация, когда я не мог заплатить за квартиру, потому что не было проектов. Обычно, когда все пусто, я наваливаю себе работы по монтажу, но тут ничего не найти. Уже приходит пение, поэтому я позвонил папе и взял в долг. Но потом отдал, откровенно признался Никита, подчеркивая, что пытается добиться всего в этой жизни сам. Добавим, что сейчас многих удивляет тот факт, что Никита по-прежнему продолжает зарабатывать на соотечественниках. А ведь внук Аллы Пугачевой не скрывает негативного отношения к стране. Совсем недавно он объяснил, почему американцы нравится ему гораздо больше россиян. Пресняков говорит, что на родине от людей никогда не услышишь доброго слова, а вот в Америке ему значительно комфортнее. Тем не менее, через социальные сети Никита активно зазывает нелюбимых им соотечественников, призывая приходить к нему на выступление. Будем надеяться, что в скором времени Никита переосмыслит свое отношение к ситуации. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.